Севастопольский спортивный клуб «Мусон» начал подготовку к чемпионату Украины по баскетболу среди клубов высшей лиги, который возьмет старт в октябре. В программе учебно-тренировочного сбора проходит всеукраинский турнир с участием команд Суперлиги Черкасские «Мавпы» и Фера ЗНТУ «Запорожье», а также российского клуба «Уникс-2» «Казань». Как проходит тренировка? Очень приятно, что большой, серьезный турнир у нас вновь в новом зале «Мусон». Мы на этих играх посмотрим, над чем надо поработать, кто попадает в команду, кто немножко недостоин города-героя Севастополя. То есть у нас еще идет такой отбор. Ну и через 4 дня мы начинаем второй цикл тренировочный, где уже будем больше нарабатывать именно комбинации, нарабатывать физические свои возможности для участия в чемпионате Украины. В этом году в чемпионате Украины команды усилились. Очень большая, серьезная финансовая поддержка в Кировограде. Там даже американские игроки двое подписали контракты. Также команда города «Шахт» – это бывшая команда «Харциска». То есть там очень серьезное финансирование и игроки, в общем-то, уже оплачиваются примерно по бюджету, как игроки Суперлиги. Первый матч с черкасскими «Мавпами», за который выступают три афроамериканца, сделавшие победу уже в первой десяти минутки 34-14. Играют легионеры ярко, пластично и, несмотря на низкий рост, по баскетбольным меркам очень прыгучий. От точности бросков нет и речи. Все в корзине. Мусоновцы только начинают игровую подготовку. И поэтому соперники немного легче передвигаются и намного подвижнее. Были на протяжении всей игры. В нашей команде остались от звездного чемпионского состава только четверо – Николай Еремин, Дмитрий Шевченко, Игорь Кожеватов, Денис Баяндин. В итоге победа черкасских «Мавпов» – 86-57 в 20 пунктах. Очередная встреча в новом дворце «Мусон» нашей команды с запорожским «Фера» за НТУ, а затем с казанским «Уница». Немногочисленные болельщики получили удовольствие на паркете в «Мусоне» клубы «Суперлиги». Владимир Милянский, Олег Иваченко. Программа «Наше время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова